Привет, близнецы! Привет, мои близнятки! На что я могу сказать насчёт близнецов? Ну так, в одном слове, какую-нибудь классную, сладенькую для вас похвалу. Я скажу, что близнецы реально очень разносторонний знак. Мне с близнецами очень легко и просто общаться. Женщины-близнецы, они знают себе цену. Они настолько знают хорошо себе цену, да, и адекватную причём, да. У них не то, что у вас, не то, что там завышенная самооценка, нет. Но вы себя так красиво умеете преподносить, да, что никакой, наверное, другой знак не умеет так себя нести, как умеете делать это вы. И из вас, я бы сказала, что вышли бы очень такие, знаете, изысканные, изысканные актрисы, вот какие-нибудь, знаете, как Мэрлин Монроу, Эдита Пьеха. У вас есть какая-то такая изящность, да, природная изящность и самодостаточность. Близнецы редко сидят на чужой шее. Но если близнецы, девушки, женщины и сидят на чьей-то шее, они так это делают, что самому хочется вот это вот всё женщине дарить. Вы не такие, которые что-то непонятно что выпрашивают, да, с этой жизнью. Вам жизнь должна просто действительно ложить к ногам всё самое лучшее, нести вам и хлеб, и масло, и торты, и всё что угодно. Единственный такой момент есть у близнецов, да, что я вот заметила, что с близнецами я, например, могу пять часов просидеть, проболтать просто, да, и заниматься там и гаданиями, всем чем угодно. И я напитываюсь энергией от близнецов и близнецы от меня. Мы, как говорится, мы хоть и говорим не совсем на одном и том же языке, да, но я от них много, от близнецов, женщин, так много для себя подчёркиваю, как себя именно даже вести. У меня даже спина выпрямляется, когда я смотрю на близнецов. Мне хочется даже самой за ними повторять, да. Хотя я и не повторюшка, но за вами, близнецы, хочется повторять. И я так думаю, что за вами очень много кто повторяет. И даже бывает, наверное, до маразма доходит, что вас просто даже копируют. Ладно, девочки, сейчас мы с вами погадаем, или это будет и для мужчин, и для женщин. Такие вот общая волна. Давайте посмотрим на картах Таро. Ваше здоровье и ваши любовные какие-то отношения. Итак, давайте посмотрим, что вас ждёт до середины именно лета. Ещё раз вам скажу, что я не знаю почему, но до середины лета мне хочется погадать. Я сейчас потом, когда погадаю, посмотрю в календаре, что ж это меня так привлекло в этой середине лета, что так захотелось вот для знаков так всё разложить. Итак, близнята, давайте посмотрим ваше здоровье, ваше состояние, что с ним такое. Итак, ваше здоровье, близнецы. Так, девочки, вас кто-то кушает. Вас реально кто-то кушает. И выпала и девятка мечей, и выпала и семёрка кубков, и пустые чаши, да, и мечи. Вот вы сейчас живёте немножко не так, как не на все сто процентов, да. Кто-то с вас тянет какую-то энергию. И пусть я сейчас делаю и общий расклад, да, но что-то вот такое вот есть, кто вам не даёт выпорхнуть. Как будто вы, например, ну, допустим, да, конкретную ситуацию. Вы хотите, например, летом поехать на море, а сейчас вас что-то останавливает, столбит. Как будто кто-то не даёт вам что-то. Как будто вас держит либо заперти, да, либо вот накидывает каких-то задач всё больше и больше. Вот просто вам кто-то сейчас не даёт особо развиваться. Вот как будто вас держит на цепи кто-то. И я хоть сейчас взяла это даже золотое таро для того, чтобы вам на здоровье посмотреть, да, но вот по картам выпало именно то, что вас кто-то сдерживает, да. Так, а это вы сами себя сдерживаете или вас кто-то сдерживает? Так, я вам скажу, близнецы, есть проблемы. Эта проблема заключается в том, что вам действительно вот... Это даже не на магическом уровне, нет. Это я сейчас гадаю на таро Климта, и это не сколько магическое такое влияние, да, сколько кто-то вот пытается вами владеть, да, чтобы вы как будто чья-то раба была, чей-то раб был, вот если касаться мужчин, как будто кто-то вас оттаскивает назад, кто-то связывает вам руки, ноги, вот не хочет, чтобы вы дальше что-то росли, развивались, чтобы у вас что-то было. Кто-то мешает. Так, а что сделать для того, чтобы от этого избавиться? Что сделать для того, чтобы избавиться от того, чтобы вам никто не мешал? Девочки-близнецы, вот не зря вы близнецы, и не зря вы знак. Вас спасает ваш знак, и вот этой вот близнецы, близнято, вот этой двойственности вам как раз-таки и надо пользоваться, да, сейчас я просто свет немножко подвину, чтобы вам не мешал смотреть. Вам надо пользоваться вашей двойственной натурой для того, чтобы решать ваши проблемы, да. Любые проблемы решаются с помощью вот этой двойственности вашей, да. Вам надо играть игру, вам надо быть суперактрисой. И вот как раз королева Пентакли и с Пентаклями ещё шестёркой, да, это говорит, что вам надо себя вести не то, что никак свойственно вам, а играть актёрскую игру, играть определённые роли, те, которые выгодны вам в любой такой ситуации. Своего близнеца, своего настоящего близнеца оставляете дома, а с людьми вы ведёте себя так, как они того заслуживают. И вот смотрите, вам выпала ещё вот такая вот карта, карта лицемерия и лицедейства тоже, да. Если лицемерить – это плохо, и все говорили, что лицемерие, ну, все говорят даже, да, что врать нехорошо, вести себя надо правдиво и честно по отношению к другим людям. Это не про вас. У вас вот эта двойственность, да, вот даже вот как ваш знак даже изображается, ну, у некоторых, я не говорю, что у всех, у некоторых, да, две маски, даже актёрские, одна улыбающаяся маска, другая грустная маска, да, либо маска женщины, маска мужчины. Вот вам эти вот маски надо и в жизни применять, да. Чем честнее, правдивее, открытие и одинаковые вы будете со всеми людьми, тем будет хуже, да. Вам надо наоборот быть вот этой вот действительно двойственной натурой, да, непонятной. То вы такая, то вы такая. Для одних вы одна, для одних вы другая. Это касается мужчин тоже. Вас сейчас будет вытаскивать из этой ситуации, когда вами хочет кто-то руководить, кто-то вам путает карты, кто-то, ну, есть такое, вот по мечам я это вам и говорю, да. Так как это общий расклад, я не углубляюсь, да, кто, чего, зачем и почему. Вы это либо сами сейчас чувствуете, либо вы просто почувствуете, что вам, вот вы захотите чего-нибудь, да, а потом вы увидите, что вам много что мешает добиться именно того, чего вы хотите. А для того, чтобы вы этого добились, близнецы мои дорогие, вам надо именно лицедействовать, вам надо даже реально врать. Я вот, кстати, часто говорю, что врать хорошо, да. А почему хорошо врать, да? Не то, что обманывать других людей и не оправдывать их ожидания, нет. Чтобы шкуру свою, извините меня, спасать иногда от тех людей, которые завидуют, от тех, которые хотят знать, как вы себя по-настоящему ведете, для того, чтобы вами манипулировать. А близнецами манипулировать, да, это для близнецов смерть. Близнецами манипулировать нельзя, а как раз таки вами хотят манипулировать и закрыть вам эти всякие ходы. Поэтому, девочки, мальчики, вы, близнецы, разделяйтесь и властвуйте. Разделяйтесь и властвуйте. И разделяйте других. Вот веник даже одной рукой, руками не переломишь, а прутики подостаёшь и переломишь. Вот вы так со своими врагами и поступайте по прутику. Как заяц делает, да. Заяц бежит, делает одну ходку, да, и чтобы понюху его не нашли, он возвращается на то же место тем же способом, чуть ли не задом, и отпрыгивает в другую сторону. Получается, разветвляется, непонятно куда бежать, врагу, волку, идущему по следу. Вот вам надо разделяться. Быть лицемерной. Вот реально, будьте лицемерной, играйте роли. Те роли, которые вы хотите играть с людьми. Посмотрите, как они себя будут вести по отношению к вам. Потому что вот как раз-таки вот это актёрский ваш талант, перевоплощение ваш талант, да, он вас и будет спасать. То есть я сейчас вас действительно призываю не быть честными, открытыми, добрыми такими, которыми можно пользоваться и которыми можно манипулировать, да. Не надо. Вы не для этого сделаны, и вы не зря родились под знаком близнецов. И это ваша сила. Ваша сила в двух этих инь и янь, понимаете. Вот такой вот расклад. А насчёт мужчин, да, и насчёт женщин давайте посмотрим сейчас. Сделаем расклад на Монаре. Сделаем расклад на Монаре и посмотрим ваше личное, что у вас будет на личном фронте, мои дорогие близнецы. А как вы думаете, расклад задавать на двух тогда, на одного и на второго близнеца? Или всё-таки рассматривать в целом? Ну ладно, давайте просто сейчас выбросим карты и посмотрим, что ждёт в личке близнецов. О, о, боже ты мой. А я-то думаю, что мне в золотом торго выпадало, что надо врать и лицедействовать, да. А у вас тут конкретная ситуация, это девочки назревает и мальчики. У вас либо уже сейчас есть этот тройник, да, треугольник любовный, либо он будет, да, либо вы столкнётесь, либо вы будете изменять своему партнёру, либо он будет вам изменять, либо вы возьмёте, либо потянет вот к таким людям, у которых уже есть какие-то отношения, пара. Раз, два, три, четыре. Четыре карты. Больше 50% у вас всё говорит вот об этом. И паш земли. Вот зато очень две хороших, сильных карты выпали, да. Вы, благодаря тому, что вы близнецы, да, вот можно, как говорится, перекреститься, да, сплюнуть и сказать, боже мой, как хорошо, что именно близнец оказывается в этой ситуации, потому что только близнец может вот эту ситуацию разрулить. Вот из вас, если вы не столкнётесь с другим близнецом, вы выйдете победителем в этой ситуации. И вы, благодаря своему актёрскому таланту, от того, что вы будете разделяться, да, вы будете играть роли какие-то определённые, вы сможете победить и добыть то, что вы хотите. Потому что тут какая-то схватка идёт, да, это может выливаться и даже в какие-то сплетни, да, против вас. Это может выливаться в этом любовном треугольнике даже просто до выяснения отношений тупо даже кулаками. Может и такое быть, да. И горячие, горячие карты, горячие пирожки. Вот даже треугольник, огненный треугольник выпал вам, да. Но на вершине или внизу этого треугольника сила и солнце. Две очень сильных карты. Говорит о том, что это карта победителя победы. Будете себя вести как истинный близнец, как истинные близнецы, вы победите. Так. Для замужних и женатых близнецов я вам скажу, что тут может быть такой реальный прыжок налево. Тут реально высветился треугольник, любовный треугольник. Но тут, так как это общее, я вам скажу, либо вы пойдёте налево в паре, либо от вас в паре пойдут налево, либо вы привлечёте таких мужчин или женщин, у которых есть пара. Понимаете, от вас могут это скрыть даже, да. Либо вы сами броситесь на абразуеру, пытаясь даже помериться силами. Но тут любовный треугольник, по-любому. Страсти и мордасти у вас будут. У вас не будет скучного лета, не будет скучной весны. Вы будете всё равно по-любому втянуты вот эти вот любовные треугольники. Но вас ждёт сила и победа солнечная именно как близнеца. Чем больше вы будете себя вести именно как близнец, не изменять себе, не изменять своим принципам, не изменять своему характеру, то у вас всё получится. Всё, что вы не пожелаете. И я вам скажу одну вещь, даже такую, дорогие мои близнецы. У вас выпала карта силы и карта солнца, да? В Монарии это, не в Монарии, в каких-нибудь других даже картах, да? Вне зависимости, вот, хоть эта семёрка тут выпала, да? Семёрка огня посредине. Но не важно это. Важно то, какие, как говорится, как погоны, которые вам выпали. Близнецы, у вас до середины лета будет как раз-таки такой момент, что любое желание, которое вы загадаете, оно сбудется, да? Я не говорю, когда именно оно сбудется, но вы можете желать. Вот с чем это связано, да? Почему так? Ну, вот какое-то вот жизненное такое желание, которое вы загадаете, и будет такой момент, когда вас услышат, да? И вы в сердцах даже произнесёте то, что вы хотите. Вот вы почувствуете этот момент будет, да? Запомните, что оно сбудется, ваше это желание. Вот такой вот был интересный расклад для близнецов. Актрисы вы, настоящие актрисы, которые не могут жить без вот этой вот сцены. Всё в ваших руках. Всё, мои дорогие, такой был расклад. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин